В Сирии наши уважаемые и прочие разные партнеры, похоже, всерьез решили, что Третья мировая война это совсем не страшно, и вообще можно попробовать. Президент России подчеркнул, нужны эффективные меры, чтобы сохранить суверенитет Арабской Республики. Вирус уже в 25 китайских провинциях и городах. Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Мы не подчиняемся угрозам Запада и не следуем пожеланиям Запада. Мы исходим из необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности СССР. Облюдая за тем, как быстро меняется обстановка в мире, подневоле начинаешь задумываться. Куда же все это приведет? Ведь тут и нарастающее обострение на Ближнем Востоке, пандемия в Китае, а теперь уже и нарастающая волна зараженных коронавирусом в Европе. Тут и амбиции штатов, которые, похоже, готовы на все, чтобы удержать мир однополярным. Сегодня, помимо темы, касающейся военных разработок, я начну все же с политической составляющей. Но прежде чем начать, я также хотел бы порекомендовать посмотреть еще один мой большой проект, в котором раскрывается сразу несколько тем, касающихся исторического противостояния России с Турцией и не только, борьбой за Крымский полуостров и заканчивая последними военными разработками, героями нашего времени, отдавшие свои жизни, чтобы жили другие. Так, в США представлен проект бюджета Пентагона на 2021 год, о котором стало известно еще в начале февраля. Он составит рекордные 740 миллиардов долларов, причем эта цифра не окончательная. Мы выделяем 740 миллиардов долларов на оборону. Это рабочие места в США. У нас отличный сильный военный бюджет, потому что мы не имеем другого выбора. В данном заявлении особо интересна последняя фраза американского лидера. Мы не имеем другого выбора. Уже есть над чем задуматься. По сравнению с нынешним годом, США хотят увеличить оборонные расходы еще как минимум на 2,5 миллиарда долларов. В Белом доме не скрывают, львиная доля средств пойдет на противодействие двум основным угрозам Америки, коими в Вашингтоне сегодня считают Россию и, конечно же, Китай. Обнародованный документ по-своему уникален. Впервые военные США предложили к проекту бюджета карту активности военно-морских флотов России и Китая в Мировом океане. Эта карта произвела в Конгрессе США эффект разорвавшейся бомбы. Публиковав схему передвижения военных флотов России и Китая, американцы открыто, если можно так сказать, открыли и все карты собственной безопасности. Американская военная мощь и политическая мощь, она основана на том, чтобы контролировать морские коммуникации. Те транспортные маршруты, которые идут из Китая на Южно-Китайское море, выходят к Малакскому проливу, далее заходят в Индийский океан. Вот доминируя на двух этих направлениях, и на северном морском пути, и южнее, они обеспечивают свое мировое лидерство. С начала 90-х годов прошлого века военный флот США безоговорочно хозяйничал в Мировом океане. На этом доминировании десятилетиями выстраивалась вся военная доктрина Соединенных Штатов. И уже русских нету, и вдруг они опять тут появляются, да еще на каких-то более современных новых подводных лодках, которые они не обнаруживали уже. Поэтому забеспокоились. Активность российского военно-морского флота на карте показана линиями синего цвета. Российский военный флот отметился неподалеку от юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в Карибском море. Но основные силы военно-морского флота сосредоточены все же у родных границ. А теперь посмотрите на карту, где обозначен красными линиями военный флот Китая, который контролирует Южно-Китайское море. Также корабли КНР замечены в западной части Тихого океана. Однако, серьезное беспокойство у Конгресса США и Пентагона вызвало не только расширение зон военного патрулирования и наращивание военно-морских сил России и Китая. Обратите еще раз внимание на карту, предоставленную Пентагоном. А теперь на полосы зеленого цвета. Это подводные кабели, связывающие США со всем остальным миром. Возле них отмечены синим российские военные корабли и красным китайский военный морской флот. Совпадение? Как вы думаете? Американцы прекрасно понимают, что их влияние на мировую экономику происходит по большей части через контроль над мировым океаном. Конечно же, главным образом это Атлантика, так как львиная доля американской внешней торговли приходится сегодня на Европу, ровно как и львиная доля европейской торговли приходится на Штаты. Ну и конечно же, речь идет о Тихом океане, ведь более 90% всего мирового трафика идет по морскому дну. Без современных кабелей передачу данных сегодня невозможно представить. Ни интернет, ни международные телефонные разговоры. Через морской кабель идет обмен информацией в рамках блока НАТО и межгосударственные банковские операции. Известный аналитик Дуглас Бернетт в интервью газете «Дивель» назвал стоимость только банковской информации, ежедневно проходящей по морским кабелям. Только вдумайтесь, 1 триллион долларов. Каждый день. Можно сказать, что мировой океан превратился в рубильник Соединенных Штатов, который при желании можно как включить, так и выключить. Отсюда и столь ревностное отношение к морскому раскладу сил. Отсюда и недавняя в американском Стэнбль-Шините громкая реакция после публикации Пентагона, схем передвижения военных кораблей России и Китая вдоль американских подводных коммуникаций. У нас есть многое, что нужно защищать от все более эффективных морских противников, которые создадут проблемы для нашей экономической безопасности и, вероятно, нашего образа жизни. Из проекта бюджета Министерства обороны США на 2021 год. При этом перерезать коммуникации вовсе не обязательно. В 2013 году бывший сотрудник НБ Эдвард Сноуден рассказал, как Великобритания в рамках проекта Tempor подключилась к подводным кабелям и прослушивала все и вся. Нечто похожее в свое время проделывали США относительно Советского Союза. Однако, сегодня ситуация на водных просторах меняется. Российский военно-морской флот не просто возвращается, а он продолжает и наращивает свое присутствие в Мировом океане. Строятся бесшумные подводные лодки нового поколения, внедряются передовые технологии и вооружения. Боевой флот Китая вырос за последние десятилетия с 262 до 335 надводных кораблей. Россия продолжает инвестировать в передовые подводные лодки со скрытыми возможностями. Обратите внимание на эту формулировку – «со скрытыми возможностями». Американцев очень настораживает российский подводный флот, современные возможности которого они действительно не понимают. Ровно за неделю до публикации Пентагона морской карты, командующий вторым флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что американские корабли перестали чувствовать себя в безопасности, особенно в родной для них Атлантике. Мы наблюдаем постоянное растущее число российских субмарин в Атлантике. Они способны на более длительное патрулирование, чем раньше, и обладают более смектоносными системами вооружения. УМС США больше не рассматривают Атлантику как зону своего неоспоримого господства. Эндрю Льюис – вице-адмирал, командующий вторым флотом США. Признание поистине неожиданное. Еще вчера штаты себя называли «хозяевами морей», а сегодня российские субмарины ставят Вашингтон в тупик. Для тех, кто знаком с военной тематикой, ничего нового не прозвучит, но все же сказать, а точнее повторить, стоит. Подводную лодку, в отличие от межконтинентальной баллистической ракеты наземного шахтного базирования, сложно обнаружить. Добавок, российские подводные лодки могут осуществлять пуск баллистических ракет из-под воды. Почти одновременно с откровениями вице-адмирала Льюиса прозвучало не менее громкое заявление заместителя министра обороны США Джона Руда. По словам чиновника, для сдерживания России американские подводные лодки оснастят ядерными зарядами малой мощности. Они забывают о том, что система ПРО, во всяком случае наша, она не различает, какой блок летит. Старой, новой, малой мощности, которая ударит только по инфраструктуре, не мегатонный взрыв, а килотонный. То есть уже это невозможность замаскироваться или считать, что мы будем бить вас, но не больно. Мощность каждого заряда около пяти килотонн. Для сравнения, это в четыре раза меньше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, и в тридцать раз меньше заряда, который несет одна российская баллистическая ракета «Булава». Американский флот уже оснастил ими две субмарины класса «Огайо». Однако, военные эксперты склоняются, что штаты в первую очередь оснащают свой флот зарядами малой мощности для потенциального точечного возможного удара не по России, а по Китаю или не ядерным странам. Российскую же систему ПРО пробить такими ракетами на сегодняшний день будет очень непросто. Но об этом мы поговорим чуть позже. Примечательно, что за несколько дней до заявления Джона Руда о модернизации подводного флота США американский журнал «The National Interest» опубликовал сенсационную статью, где назвал пять лучших подводных лодок мира. Три из пяти – это российские атомные крейсеры проектов «Борей» – «Дельфин» и «Ясень». Каждая субмарина способна уничтожить мир за полчаса, резюмируют западные военные аналитики. Способны уничтожить в течение полчаса. Поэтому тут не то что монстром, а ужасом назовешь, ночным кошмаром, чем угодно. Но они еще и способны держать в напряжении. И вот при любом удобном случае напоминать о себе, если наши партнеры и друзья закадычные сами не нарвутся на эти комплименты. Итак, самыми бесшумными и грозными на сегодня являются российские подводные лодки серии «Борей». Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «955». Длина лодки – 170 метров. Ширина – 13,5 метров. Подводное водоизмещение – 24 тысячи тонн. Скорость – 29 узлов. Длубина погружения – до 480 метров. Автономность плавания – 90 суток. Ракетное вооружение – баллистические ракеты «Булава». Экипаж – 107 человек. Сейчас на вооружении ВМФ России стоит три таких крейсера. Юрий Долгорукий, Александр Невский и Владимир Мономах. В этом году флот должен еще пополниться усовершенствованными сумбаринами проекта «Борей-А». Князь Олег и князь Владимир, которых на Западе уже называют не иначе, как морскими монстрами. Монстрами они их прозвали за их неудержимую ударную мощь. В остальном это лодки, которые обладают минимальной шумностью. Шумность их равна шумности моря. Лодку выделить невозможно. Далее в списке ветеран российского флота подводный атомоход серии «Дельфин», укомплектованный баллистическими ракетами «Синева» и новый крейсер проекта «Ясень». Самые современные подводные лодки четвертого поколения «Ясень» вооружены крылатыми ракетами «Калибр», предназначенными для уничтожения крупных морских целей и прибрежных военно-морских баз. На вооружение России пока одна подводная лодка такого класса «Северодвинск». В этом году должны поступить еще два ракетоносца «Казань» и «Новосибирск». В список лучших подводных лодок мира со стороны США вошла атомная подводная лодка класса «Огайо», самый молодой из которых 20 лет, а самый старый 42 года. Однако, это по-прежнему очень грозное оружие. На вооружении каждой субмарины по 20 баллистических ракет «Трайдент-2». И каждая ракета способна нести до 12 термоядерных боеголовок. Второй американской лодкой в ТОП-5 признана «Колумбия». Удивительно, но этого корабля еще нет в природе, так как «Колумбия» только строится. И в список лучших подводных лодок мира ее внесли явно авансом. Сейчас будут менять свои ракетные подводные лодки «Колумбия». Новый проект, то есть достаточно дорогой тоже. На более современные затраты, на замену оружия и так далее. Им нужны деньги для того, чтобы и наращивать мускулы свои. А что же с надводными кораблями? Из 11 американских авианосцев, главной ударной силы США в Мировом океане, 9 находятся сегодня на ремонте. И только 2 в море. Один дежурит в Персидском заливе, второй – у берегов в Японии. Если сравнивать военно-морские группировки США и Китая, то преимущество у Америки весьма зыбкое. Если у американцев где-то 360 кораблей, у китайцев около 300, то есть они на втором месте, у них преимущество в чем? У них новые корабли. Они практически за последние два десятилетия построили, создали свой огромный флот. Школы у них, конечно, по сравнению с американскими моряками, недостаточно опыта, но они быстро учатся. Военный морской флот России уступает флотам США и КНР по количеству боевых кораблей. Однако боевые возможности нашего высокоточного вооружения, морского базирования, сопоставимы с потенциалом аналогичных арсеналов Америки и Китая. Как известно, американское доминирование полностью основано на морской силе. Недавно штаты открыто признали, что они уже не могут беспардонно утюжить мировой океан, не оглядываясь на Россию и Китай. 25 лет назад принято на вооружение система противоракетной обороны Москвы и центральных промышленных районов страны А-135 «Амур». Это уникальное оружие, как по задачам, так и по возможностям. Своего рода ядерный зонтик, причем ядерный он вдвойне. Во-первых, «Амур» защищает от боеголовок баллистических ракет, а они, как известно, начинены не поролоном. Во-вторых, для их нейтрализации также используется ядерное оружие, но другое. Система противоракетной обороны способна перехватить несколько десятков ядерных боевых блоков и уничтожить цель меньше, чем за минуту. И несмотря на то, что систему приняли на вооружение еще в 1996 году, она до сих пор соответствует современным условиям и не устаревает, поскольку заложенные в нее конструкторские решения намного опередили время. Причем разработка системы «Про» А-135 «Амур» началась еще в далеком 1971 году. Научно-исследовательском институте радиоприборостроения Центрального научно-производственного объединения «Вымпел». Главный конструктор Анатолий Басистов. Оговорюсь сразу, А-135 – одна из самых засекреченных боевых систем страны. Официально, то есть от Минобороны Российской Федерации, о ней известно, что она существует, находится на боевом дежурстве и параллельно модернизируется. Вся остальная информация подчеркнута из открытых источников, которых, к сожалению, очень мало. Появление «Амура» связано с любопытной дипломатической ситуацией. К 1970 году СССР и США накопили достаточно ядерных боеголовок, чтобы несколько раз уничтожить друг друга и весь остальной мир в придачу. А потому занялись защитой от ракет противника. Однако, выяснилось, что парадоксальным образом ПРО увеличивает риск ядерной войны. Страна, имеющая мощную противоракетную оборону, имеет стимул нанести упреждающий удар по ядерному арсеналу противника. Чем меньше тот сможет запустить ракет в ответ, тем выше эффективность ПРО. К тому же, системы перехвата ракет подрывают доктрину гонориентированного взаимного уничтожения. А именно она является главным тормозом Третьей мировой. В итоге, Москва и Вашингтон заключили договор об ограничении систем ПРО. Каждая из стран получила право развернуть противоракетную оборону в одном позиционном районе, радиусом 150 километров. Советский Союз прикрыл Москву, Соединенные Штаты стартовой позицией своих МБР в Северной Дакоте. Для создателей А-135 договор создал немало проблем, поскольку уже существовавший проект системы пришлось сильно урезать, подгоняя под международные договоренности. По информации из открытых источников, противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, расположенных на площадках под Нарафа-Минском, Сергиевым Посадом, Лыткарине, Королеве, Софрине, Химках и в Московском административном округе Москвы. Касаясь размещения противоракет в других районах страны, информация строго засекречена. Все они замыкаются на Софринскую усеченную пирамиду высотой до 35 метров, многофункциональную радиолокационную станцию ДОН-2Н. Это РЛС ядро этой системы, предназначено для доразведки целей, цели указания, на которые получены от системы предупреждения о ракетном нападении, их сопровождении и наведении на цели противоракет. Кстати, подходящие к Шереметьеву северо-востока самолеты делают крюк, огибая поселок Софрино. Если повезет, в иллюминатор можно разглядеть среди подмосковных лесов гигантскую усеченную пирамиду с белыми кругами на боковых гранях. Это и есть радиолокационная станция ДОН-2Н, глаза и мозг А-135. Облетает ее не только из соображений секретности. Суммарная мощность излучателей станции – 250 мегаватт. Четыре пары антенн обеспечивают круговой обзор. Выполненные по технологии АФАР, антенны могут сопровождать до 100 целей одновременно. Причем всю эту работу гигантский радар, при необходимости способен выполнять в полностью автоматическом режиме. Дальность обнаружения головной части МБР – 3700 км. По официальным источникам. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения, систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Также известно, что функционирование станции обеспечивается вычислительным комплексом производительностью до миллиарда операций в секунду, построенной на основе четырех суперкомпьютеров Эльбрус-2. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО и снятие ее с боевого дежурства. Происходит переход на современную элементную базу. Вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные, специализированные электронно-учислительные средства, рассказывает генерал Горобчук. При этом он подчеркнул, что нынешняя система ПРО, ставшая на боевое дежурство 24 года назад, соответствует современным условиям и в ближайшее время не устареет. Кстати, чувствительность советского радара вошла в легенды. Дон, единственный из земных РЛС, смог найти в космосе шар размером с тонисный мяч, выпущенный с борта шаттла Discovery, и построить его траекторию. Изначально А-135 была укомплектована перехватчиками большой и малой дальности с ядерными боеголовками. В 2006 году дальние перехватчики 51 Т-6 были сняты с вооружения. Именно смену испытывается новая противоракета большого радиуса действия. Про нее известно лишь, что она самая быстрая в мире, чего стоит только старт этой ракеты на гиперзуковых скоростях, показанные Минобороны России. При внимательном взгляде на старт этой ракеты, лично у меня, сходятся мысли только к одному. А именно, что здесь российские инженеры все же смогли создать дистанционный двигатель, который создает тягу в десятки раз больше, чем обычная ракетная тяга. Никак иначе я просто не могло объяснить гиперзвуковой старт этой ракеты, не говоря уже о самой скорости ракеты. Теоретически, это давно разработанная тема, но не были доступны сплавы, которые, к примеру, выдерживали бы нагрузку в 300G, особенно при старте ракеты. Детонацией называется такое горение какого-либо вещества, в котором фронт горения распространяется быстрее скорости звука. При этом по веществу распространяется ударная волна, за которой следует химическая реакция с выделением большого количества тепла. В современных ракетных двигателях сгорание топлива происходит с дозвуковой скоростью. Такой процесс называется дефлаграцией. Детонационные двигатели сегодня делятся на два основных типа – импульсные и ротационные. Последние еще называют спиновыми. В импульсных двигателях происходят короткие взрывы, по мере сгорания небольших порций топливно-воздушной смеси. В ротационных же горение смеси происходит постоянно, без остановки. В таких силовых установках используется кольцевая камера сгорания, в которой топливная смесь подается последовательно через радиально расположенные клапаны. В таких силовых установках детонация не затухает. Детонационная волна обегает кольцевую камеру сгорания. Топливная смесь за ней успевает обновиться. Ротационный двигатель впервые начали изучать в СССР в 1950-х годах. Считается, что такие силовые установки могут выдавать большую мощность, потребляя топлива меньше, чем обычные реактивные двигатели. При этом конструкция детонационных двигателей относительно проста. В них отсутствует компрессор и многие движущиеся части. Однако, вернемся к нашим противоракетам 53Т6. Которые поэтапно меняются на новую сверхбыстую ракету. Перехватчики малого радиуса действия противоракетной обороны – это высота до 100 км. Называется 53Т6. Десятиметровый конус весом 10 тонн. Стартует со стократным ускорением и способен выдерживать перегрузки до 210G. Бортовая электросеть замотана в обшивку. Ядерная боеголовка прикрыта обтекателем из жаропрочной керамики. Ядерное оружие «Амур» использует не только для уничтожения, но и для обнаружения целей. Отделившись от баллистической ракеты, ее боевые блоки тут же скрываются во блоке ложных целей. В атмосфере такая маскировка не работает. Тяжелые боеголовки сразу обгоняют невесомые дипольные отражатели. А чтобы выделить реальные цели в околоземном пространстве, используется так называемое смещение ядерным взрывом. Проще говоря, даже если первая противоракета не попадает в цель, срабатывание ее боеголовки меняет траекторию всех объектов поблизости. Легкие ложные цели разлетаются, как тополинный пух. Тяжелые боеголовки смещаются незначительно. Ядерная начинка «Амура» отличается от других боеголовок дополнительным блоком с изотопом бериллия. Результатом цепной реакции становится выброс потока быстрых нейтронов, губительных для вражеских ракет. Проходя через плутоний и их боеголовок, нейтроны вызывают преждевременную цепную реакцию без достижения критической массы. В США это явление назвали эффектом шипучки. Боеголовка мегатонного класса взрывается, как лопушка на детском утреннике. К тому же, работа нейтронного оружия сопровождается мягким, но мощным рентгеновским излучением. Оно моментально испаряет оболочку вражеского заряда, распыляя его в атмосфере. Продводя итоги сегодняшнего разговора, хочется отметить, что войска ПВО и ПРОМВКС имеют серьезный технический и технологический задел в области разработки и применения средств ПРОМВКС. Россия продолжает испытывать и совершенствовать элементы новой системы – противоракетной обороны А-235 «Нудаль». Такое название часто фигурировало в СМИ. В других источниках ее также называют 53Т6М. Именно она пришла на смену системе А-135. И, скорее всего, эту противоракету Минобороны показала в свое время всему миру, и которая воистину поражает своей скоростью. Система А-235 является продолжением противоракет, созданных советскими конструкторами – Львом Льюльевым из Екатеринбургского МКБ «Новатор» и Петром Грушиным из «Подмосковных Химок» – машиностроительное конструкторское бюро «Факел». Кстати, первая противоракета «Факела» В-1000 перехватила и уничтожила боевой блок баллистической ракеты Р-12 на высоте 25 км и на расстоянии 60 км еще 4 марта 1961 года. Как потом заявил с трибуны ООН первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, попало мухе в глаз. Американцы сделали это только через 30 лет и до сих пор попадают ракетой в ракету через раз. Это событие соизмеримо по значимости с эпохальными достижениями человечества в 20 веке, такими как создание ядерного оружия и первым полетом человека в космос. Однако, в связи с закрытостью темы, это достижение советской науки и техники не было широко представлено международной общественностью, отметил генерал-майор Сергей Грабчук. Помимо прикрытия центральной части России, сейчас активно совершенствуются и устанавливаются лазерные комплексы «Пересвет» в других районах страны. Область использования лазерного оружия в перспективе, по мнению военных экспертов, практически не ограничена. Противоракетная и противоспутниковая оборона, выведение из строя приборов наблюдения противника, перехват быстрых воздушных целей. О технических характеристиках «Пересвета» данных в открытом доступе нет. Пока что эта информация строжайшая военная тайна. Однако, большинство специалистов сходятся во мнении, что боевой лазер станет составной частью систем противовоздушной и противоракетной обороны. По этому поводу хотелось бы услышать и ваше мнение, дорогие друзья. Как вы считаете, нужно ли России развивать оружие на новых физических принципах, таких как лазерные комплексы? Или все же лучше продолжать развивать ракетные технологии? А на этом на сегодня все. Если понравилось видео, не забываем поставить лайк и поделиться с друзьями. А также не забываем подписаться и включить оповещение, чтобы не пропустить следующий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok